Патология 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 на 20% и более, снижение фагоцитарной активности ниттерфилов на 30% и более, повышение сенсибилизации организма к антигенам вируса простого герпеса и роговицы до 10% и более, а также повышение активности лейциноминопептидаза слезы на 35% и более. Усовершенствован комплекс лечения герпетического кератита и в этот комплекс включены препараты, улучшающие кровообращение и трофику глаза. В хирургическом лечении больных с рецидивирующим герпетическим кератитом доказана более высокая эффективность послойной кератопластики, положительный результат получен в 95% случаев по сравнению со сквозной кератопластикой, где положительный результат получен в 81%. И разработана модель, которая позволяет прогнозировать результат оптической кератопластики у больных герпетическим кератитом в стадии ремиссии с точностью до 74%. И вот правая половина слайдов как раз показывает эффективность послойной кератопластики в зависимости от вида операции, выполненной с лечебной целью и с оптической целью. И вот прозрачное приживление трансплантата при послойной кератопластике, произведенной в стадии ремиссии у больных с герпетическим кератитом с оптической целью, составляет 100% непосредственно после операции и 86% в отдаленные сроки. А после сквозной этот процент несколько ниже, соответственно 88% и 78%. И вот на основании комплексных многолетних исследований нами разработан алгоритм диспансерного наблюдения и дифференцированного лечения больных герпетическим кератитом. В зависимости от той стадии и активности процесса, а также изменения в роговице, с которыми к нам приходит больной, мы можем выбрать ему медикаментозную терапию, либо произвести дополнительную диагностику и осуществить правильный выбор хирургического лечения, послойную, послойную или сквозную кератопластику в зависимости от степени тяжести. И вот некоторые клинические примеры кератопластики послойной, произведенной с лечебной целью в стадии обострения герпетического кератита, пациент со стромальным кератитом, через 3 недели после послойной кератопластики и через 9 месяцев, видите, прозрачный трансплантат и достаточно высокая острота зрения 0,85. Лечебная кератопластика, произведенная в стадии обострения процесса, как показывает наш опыт, позволяет получить не только лечебный эффект, но и повысить остроту зрения. И в тех случаях, когда помутнение, естественно, является сквозным, то есть занимает все слои роговицы, производится сквозная кератопластика. И вот здесь клинические примеры сквозной кератопластики, произведенные на спокойном глазу в исходе рецидивирующего герпетического кератита, которая также дает хорошие оптические результаты. Еще одной патологией, которой занимается в течение многих лет наше отделение, является кератоконус. Кератоконус – это двустороннее дегенеративное невоспалительное заболевание роговицы, характеризующееся прогрессирующим асимметричным истончением и конусовидным выпячиванием роговицы, с формированием неправильного астигматизма и значительным снижением зрения. И вот как выглядит эта роговица при кератоконусе, вы видите на нижних слайдах. Заболевание, как правило, проявляется в молодом работоспособном возрасте. У наших пациентов были диагностированы кератоконус от 9 до 49 лет, но в среднем это молодой возраст 16-20 лет. Скорость прогрессирования очень варьирует. В течение заболевания выделяют 5 стадий. При начальных стадиях 1 и 3 прогрессирующего кератоконуса при наличии толщины роговицы не менее 400 микрон для стабилизации процесса мы используем кросс-линкинг коллагена роговицы. Эффект достигается за счет фотопаримилизации коллагена при комбинированном воздействии ультрафиолетового света и фотосенсибилизатора раствора рибофлавина, что ведет к увеличению механической жесткости роговицы более чем на 300%. В тех случаях, когда при третьей стадии пациенты к нам обращаются уже с толщиной роговицы менее 400, а также при четвертой и пятой стадиях кератоконуса мы проводим глубокую послойную или сквозную кератопластику. И очень неприятным осложнением у этих пациентов является развитие острого кератоконуса, который развивается при очень тонких роговицах, когда наступает разрыв в дистиметовой мембране и камерная влага пропитывает строму роговицы и эпители, развивается воспалительная реакция, субтотальный или тотальный отек стромы роговицы, что ведет к существенному снижению зрения. И вот в нашем отделе были разработаны и внедрены хирургические методы лечения прогрессирующего острого кератоконуса, а именно непроникающая глубокая склероктомия, интраламиллярная или межслойная кератопластика, криопексия роговицы. Нужно сказать, что если консервативное лечение острого кератоконуса до полного стихания воспалительного процесса и образования рубца занимает примерно от полутора до двух месяцев, то использование перечисленных методов позволяет уже через 7-10 дней существенно снизить отек роговицы и облегчить состояние пациента. Также в нашем отделе для лечения периферических эктазий роговицы была разработана периферическая резекция роговицы. И по поводу кросслинкинга. Этот метод у нас внедрен в отделе с 2016 года. Он выполняется. Это операция на приборе последнего поколения UVX 2000 фирмы Avedra США. И этот прибор позволяет проводить ускоренный или как его называют акселерированный кросслинкинг коллагена роговицы. Мощность излучения в данном приборе 9 мВт на сантиметр квадратный, что позволяет в три раза сократить время облучения роговицы по сравнению с стандартным протоколом и сохранить его эффективность. Эффективность данного метода. Очень часто возникает вопрос у пациента, а как производится эта процедура. Под местной анестезией производится деэпитилизация роговицы диаметром в соответствии с данными кератопограммы. Ориентирована на расположение вершины кератоконуса. После деэпитилизации обязательно мы производим интраоперационно контрольную пахиметрию, а также мы ее производим после 15-минутного насыщения роговицы раствором рибофлавина, после чего идет непосредственная процедура облучения ультрафиолетовым светом в течение 10 минут. По завершению процедуры на роговицу накладывается мягкая лечебная контактная линза, которую снимают при достижении полной эпитилизации обычно на 3-5 сутки. И вот за 3 года нами приоперировано 149 больных с прогрессирующим кератоконусом второй и третьей стадии. Проведение этого акселерированного кросслинкинга коллагена роговицы в сроке наблюдения до 24 месяцев позволило получить стабилизацию процесса у всех больных. Необходимо сказать, что таких приборов на Украине всего два и один из них находится именно у нас в институте. Стабилизация кератоконуса сопровождалась уменьшением степени астигматизма в среднем на 1,2 диаптрии, уменьшением степени преломляющей силы роговицы в среднем на 3,4 диаптрии. И несмотря на то, что мы предупреждаем больного о том, что эта операция не приносит повышение остроты зрения, а направлена на стабилизацию прогрессирования процесса, мы получили повышение некорригируемой остроты зрения на 1-2 строчки у 62% пациентов и на 1-3 строчки корригируемой остроты зрения в 85% случаев, что очень как бы приятно. А также нами доказано с использованием конфокальной микроскопии, что практически к 12-месячному сроку происходит восстановление нормальной архитектоники роговицы по данным конфокальной микроскопии. И еще одно направление, которым мы занимаемся, это лечение нейротрофических кератитов. Нейротрофический кератит – это дегенеративное заболевание роговицы, вызванное поражением тройничного нерва, которое приводит к снижению или потере чувствительности роговицы, уменьшению слезопродукции и, как следствие, нарушению регенерации роговицы. Причин достаточно много. Вот как вы видите, наиболее часто нейротрофические кератиты развиваются после разных инфекционных процессов. Это обусловленных вирусом простого герпеса, герпезостер кератитов. Также после офтальмологических операций и фоторефракционных операций, лезика, операций на заднем отделе глаза, травм глаза, нейрохирургических вмешательств, а также следствие токсического влияния некоторых медикаментов, местных анестетиков, длительного использования препаратов с консервантами и следствие ношения контактных линз. Нами впервые в Украине применена аутосыворотка крови для лечения нейротрофических кератитов. Это очень уникальная жидкость, которая обладает одинаковой со слезой асмолярностью ЭПХ, содержит в большей концентрации по сравнению со слезой факторы роста, нейропептиды, иммуноглобулины и другие противовоспалительные факторы, стимулирующие миграцию, пролиферацию и дифференциацию эпителия роговицы. На сегодняшний день нами доказано, что инсталляция аутосыворотка крови является эффективным методом в лечении нейротрофических поражений роговицы, которая позволяет повысить величину слезопродукции и стабильность слезной пленки, сократить сроки эпителизации роговицы в среднем на 7,5 суток, улучшить чувствительность роговицы за счет репараций и дефектов в 40% случаев, повысить остроту зрения, а также избежать развития тяжелых осложнений. И с использованием импрессионной цитологии, а также определением цитокинов специфических для роговицы и конъюнктивы, нами разработаны методики прогнозирования течения нейротрофического кератита. И вот некоторые клинические примеры использования аутосыворотки крови в комплексном лечении. Первый пациент – это пациент с метагерпетической язвой роговицы, которому предварительно было произведено биологическое покрытие, вот вы видите вверху остатки ушек. Прошло пять недель, биологическое покрытие резервировалось, а язва полностью не закрылась. И на 17-е сутки лечения аутосывороткой существенное сокращение объема роговицы, которая окрашивается, и соответственно язвы роговицы. И на 32-е сутки роговица полностью эпитеризирована, и острота зрения повысилась до 0,2. И нижний пример – это применение аутосыворотки в комплексном послеоперационном лечении, нарушении регенерации роговицы после кератопластики. Пациент с герпетическим кератитом, как мы знаем, в норме на 3-е, максимум 5-е сутки поверхность трансплантата должна быть эпитеризирована, а у данного пациента на 12-е сутки в центральной зоне мы видим обширную картообразную эрозию. Несмотря на то, что пациент получал и противогерпетическую терапию, она сохранялась на 12-е сутки. После применения аутосыворотки на 7-е сутки мы видим роговица эпитеризирована, и через полтора месяца полностью прозрачная роговица с небольшим помутнением в собственных слоях, с повышением остроты зрения до 0,5-х. Очень сложная ситуация, которая развилась у нас с 2007 по 2012 год, когда крайне сложно было получить какой-то материал роговичный для кератопластики, заставила нас обратиться к роговице животных, а именно к роговице свиньи, наиболее генетически близкого нам типа. И совместно с Тернопольским институтом, медицинским университетом имени Горбачевского, был разработан кератоксеноимплантат, который также прошел как клинические, так и доклинические испытания. И нами были проведены клинические исследования по изучению эффективности трансплантации кератоксеноимплантатов и сформулированы показания к его использованию. В частности, разработанные нами показания следующими. Этот вид материала может быть использован для пересадки роговицы в ургентных целях только в случаях отсутствия другого типа роговичного трансплантата при кератитах, язвах, перфорациях роговицы. С тектонической целью, когда имеются ограниченные не более 6,5 мм центральные или периферические язвы роговицы для послойной кератопластики, но при перфорациях понятно, что это послойно-сквозная или сквозная. И с целью сохранения глаза при обширных поражениях роговицы с перфорацией, сопровождающейся лизисом роговичной ткани, он может быть использован с целью сохранения глаза и подготовки его к дальнейшему протезированию. Понятно, что ксеноимплантаты, изготовленные из леофилизированной роговицы свиньи, не приживают прозрачно, однако в ряде случаев позволяют сохранить глазное яблоко и подготовить глаз к протезированию. Верхний слайд демонстрирует рецидивирующий герпетический кератит с дисцеметацели, и через 6 месяцев полупрозрачное приживление, анатомическая структура глаза сохранена, понятно, что острота зрения невысокая. И нижняя пациентка, молодая, с язвой роговицы, с обширной перфорацией и с выпадением крусталика, которая поступила к нам в отделение, ей была произведена сквозная кератоксена имплантация. Вот вы видите, через месяц глаз относительно спокойный полупрозрачный сквозной трансплантат, однако через 6 месяцев мутный воскулиризированный кератоксена имплантат, но глаз сохранен под протезирование. Большой дефицит донорской роговицы, который мы испытываем и в настоящее время, позволил нам разработать собственный способ, заключающийся в использовании всей площади роговицы, при потребности в трансплантатах небольшого диаметра, одновременно выкраивать два и более трансплантатов необходимой формы и размера для проведения разных видов кератопластики, послойной или сквозной, или биологического покрытия, на которые мы получили авторское свидетельство. Как работает этот способ? Для выкраивания трансплантатов, согласно разработанному способу, донорскую роговицу мы можем расслоить на всем протяжении и выкроить два послойных трансплантата из одной половины, биологическое покрытие по Пучковской, либо расслоить только одну половину, и тогда использовать одну половину для послойного трансплантата, а другую для сквозного, либо два сквозных трансплантата небольшого диаметра. И вот клинические примеры того, какие трансплантаты мы используем. В частности, это могут быть трансплантаты круглой формы, это могут быть трансплантаты, моделированные по форме дефекта роговицы, это может быть кольцевидный корнеосклеральный трансплантат или склеральный трансплантат в тех случаях, когда имеется поражение склеры. И вот клинические примеры того, как мы используем одну донорскую роговицу для двух пациентов. Верхний слайд – это язва роговицы с перфорацией, исход герпетического кератита. Больному произведена послойная кератопластика диаметром 6 мм, а периферическая часть использована для хирургического лечения фембромолимбальной области, которая распространялась на роговицу. И вот выкроен периферический послойный трансплантат, моделированный по форме дефекта, и вы видите достаточно высокая острота зрения, как в первом, так и во втором случае. И еще один клинический пример – это перфоративная язва роговой оболочки, которая возникла в исходе герпетического кератита. Пациенту была произведена сквозная кератопластика на периферии роговицы диаметром 4,5 мм. Вы видите глаз через 3 месяца. И второй пациент с краевой периферической язвой роговицы на 9 часах и язвой роговицы с истончением аутоиммунной этиологии в нижнем отделе, где ему была произведена из этой же донорской роговицы две кератопластики. Одна сквозная диаметром 5 мм и нижняя моделированным трансплантатом в нижней третьей роговой оболочке с одновременной антиглоукомной операцией синусотробекулэктомией. И, как вы видите, в обеих случаях получен хороший результат, как оптический, так и лечебный, благодаря тому, что кератопластика выполнена ургентно, своевременно и с использованием правильной техники операции. И еще в одном направлении, о котором бы мне хотелось сказать и которым занимается наш отдел, это лечение заболеваний поверхности глаза, к которым относится болезнь сухого глаза или синдром сухого глаза, как его раньше называли, болефориты, в том числе и передние, и задние, конъюнктивиты вирусные, аллергические, нейротрофические. Болезнь сухого глаза мы занимаемся как при системных заболеваниях соединительной ткани, так и при эндокринных заболеваниях, сахарном диабете, климактерическом синдроме, послехирургических вмешательств на глазу, вследствие токсического действия лекарств на поверхность глаза при компьютерном синдроме. У нас разработан метод стимуляции, магнитостимуляции слезной железы для повышения выработки слезы. И производится это с использованием специального аппарата, который также создан у нас в институте, аппарат скриника Ханмамедова. Нужно сказать, что клинические проявления заболеваний поверхности глаза, они очень не специфичны. Субъективные симптомы, в принципе, не отличаются от другой многочисленной патологии. Это слезотечение, светобоязнь, движение, ощущение народного тела. Но при объективном осмотре это может быть точечный кератит, это могут наблюдаться эрозии роговицы, неовоскуляризация, токсическая дегенерация эпителия и эндотелия, нарушение прозрачности роговицы и, соответственно, также токсические воспалительные реакции со стороны конъюнктивы в виде попилярного или фолликулярного конъюнктивита, возможно, с наличием слизистогнойного отделяемого и разрастанием этих сосочков конъюнктивы может вызывать повреждающее действие роговицы на роговицу, вплоть до образования язв. И вот как выглядят поражения поверхности глаза различной этиологии. Это и токсические кератопатии, и кератиты, токсический псевдоампимфигоид, который может быть вызван действием некоторых лекарств, которые длительно используются на поверхность глаза. И следует также помнить о том, что хронические воспалительные реакции на поверхности глаза могут развиваться спустя много месяцев или лет после начала лечения, даже если это лечение изначально хорошо переносилось. И это очень часто мы наблюдаем у пациентов с глаукомой, другими хроническими заболеваниями, по поводу которых постоянно нужно использовать капли на поверхность глаза. И если это еще не один, а ко минимум два вида капель, содержащих консерванты, то в течение двух лет вот как у этой пациентки развивается вот такое токсическое повреждение тканей поверхности глаза, в виде токсического блефора конъюнктивита, которых также требует лечения, и лечение проводится в нашем отделении. Вот вы видите, спустя одну неделю после отмены капель с консервантами и назначенного лечения, глаза стали намного спокойнее, и через месяц после отмены практически нормальные конъюнктива, нормальная кожа век и поверхность роговицы. И еще одна ткань, которая является чрезвычайно важным для выполнения лечебной кератопластики, это амниетическая мембрана или амниетическая оболочка, как ее называют. Она обладает совершенно уникальными свойствами, способствует сохранности нормального эпителиального фенотипа, обладает выраженными противовоспалительными свойствами, уменьшает неовоскалоризацию роговицы, обладает противомикробной активностью. Такая амниетическая мембрана разработана Институтом клеточной терапии в городе Киеве. Нужно сказать, что она отвечает на сегодняшний день всем требованиям, которые предъявляются тканям, используемых для трансплантации на поверхность глаза. Нами были проведены на модели бактериального кератита, экспериментальное исследование, после чего было получено разрешение и проведены клинические исследования по изучению эффективности с инфекционными и нейротерапическими кератитами. И вот на основании результатов этого исследования получено разрешение Координационного совета трансплантации органов тканей и клеток МОЗ Украины на ее использование в клинической практике. В рамках этого исследования нами было произведено 40 трансплантаций аминетической мембраны. Мы использовали различную технику, видим многослойного трансплантата биологического покрытия или комбинации биологического покрытия и трансплантата. Больные были с герпетическим кератитом 35% нейротерапические, практически половина и 10% или 4% с бактериальным кератитом. И вот вы видите клинические примеры, как работает трансплантация аминетической мембраны в виде биологического покрытия. У пациента с герпетической язвой, с артифакией, кератаувиит, с гипертензией и уже практически через 3 месяца вы видите эпителизированная роговица, абсолютно спокойная конъюнктива, полностью отсутствуют признаки воспаления и соответственно повышена острота зрения. И нижний пациент – это герпетическая язва роговицы с кератаувиитом. Также через 3 месяца полная эпителизация поверхности роговой оболочки. В виде послойной техники это язва роговицы синегнойной этиологии небольшого диаметра. На 10-е сутки вы видите глаз намного спокойнее и через 3 месяца практически прозрачная сама амниетическая мембрана и соответственно подлежащая роговица. И нижний слайд – роговица смешанная этиология. На 14-е сутки после операции поверхность эпителизирована, воспалительная инфильтрация полностью резорбировалась. Через 3 месяца также поверхность роговицы эпителизирована и признаков воспаления нет. И вот крайне тяжелая патология, при которой наблюдается аутоиммунная кератомоляция – это синдром Лаела, при которой нами применяется сэндвич-техника. Пациентка с дистамитоцелем, гиперплазией, конвенктивой, эпителия и невоскуляризацией произведено закрытие дефекта истончения роговицы в области дистамитоцелия двумя слоями и сверху еще полностью покрыта роговица в виде биологического покрытия. Через 3 месяца вы видите спокойный глаз, невоскулярные сосуды полностью регрессировали, острота зрения повысилась до 0,2. И также нижний слайд – обширная торпидная эрозия роговицы с отеком стромы, результат нейротрофического кератита в исходе после лейзика у пациентки с системным воскулитом, который также была использована сэндвич-техника, которая позволила достичь эпителизации роговой оболочки. Итак, анализ архивного материала, а также проведены клинические исследования, показали высокую эффективность трансплантации аминетической мембраны у больных с различной патологией, с болезной кератопатией, бактериальным кератитом, герпетическим, нейротрофическим. В 95% случаев был положительный эффект получен независимо от этиологии, процессом с ускорением эпителизации поверхности, купированием воспаления, устранением болевого синдрома. Нужно сказать, что болевой синдром купируется практически на вторые-третьи сутки после трансплантации аминетической мембраны. А само купирование воспалительного процесса с резорцией воспалительной инфильтрации стромы наблюдается в среднем на 8-9 сутки, с регрессией отека стромы на 9-9 с половиной сутки. Через 3 месяца эпителизация поверхности роговицы достигнута 95% случаев. Таким образом, наш клинический опыт ее использования показывает, что применение аминетической мембраны с лечебной целью способствует купированию воспалительного процесса в роговице, сохранению либо повышению остроты зрения, сохранению перспектив оперативных мешательств с оптической целью, что является крайне важным для выполнения любой пересадки роговицы или аминетической оболочки на поверхность глаза, выполненной с лечебной целью. На сегодняшний день у нас в отделе работают как очень опытные сотрудники, так и очень талантливая молодежь. В отделе работают 2 доктора медицинских наук и 7 кандидатов. Выполняется в настоящее время 5 кандидатских диссертаций. На сегодняшний день сотрудники нашего отдела активно выступают как на научно-практических конференциях на территории Украины, так и за ее пределами. И в частности на заседаниях немецкого офтальмологического общества, на заседаниях европейского общества по заболеваниям роговицы и поверхностям глаза. Мы открыты к контактам и к общению со всеми пациентами. Наши контакты представлены внизу на этом слайде. Таким образом, созданная академиками Филатовым и Пучковской, а также их талантливыми учениками и последовательной школы кератопластики, живет и успешно развивается. Спасибо за внимание. Продолжение следует...